Ну что, братцы, готовьте свои подписки и лукасы, ибо грядет новый сезон, по моему скромному мнению, пожалуй, одной из лучших рубрик нашего комьюнити «Угадай футболиста по цене». Консервным ножом, безжалостно вскрывающим новый сезон, вызвался быть Форзорезор. Непременно перейдите на его канал и тоже подпишитесь. Ну а если серьезно, то собираем 5000 лайков под этим роликом, и я сразу ищу нового гостя. Кстати, пишите, кого позвать в комментариях. Ну а за самыми интересными матчами топовых чемпионатов куда прикольнее наблюдать в компании наших друзей из OneX. Поэтому чекай закрепленный комментарий, пользуйся моим промокодом, получай по нему бонус. А теперь приятного просмотра. Давай на счет 3, да, тоже хлопнем это. А давай хлопнем. А мы давненько с тобой не хлопали. По 50 давай хотим. 50 поехали. Давай. Ну-ка. Раз. Давай. Терри. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Че, по 50 думал меня на слабо взять, блин. А меня не войдет, 10. 0,7 уже. Ах ты, Путинку всю. Тебе на России один работать. Ну вот начинается опять. Слава богу, что, блин, я пока на России один не работаю. Ну и что-то там, спорт? Кто-то. А, ты не знаешь. 24, брат, 24. Ну да, 24. Года мне было 8 лет назад. А теперь, видишь, блин, со мной записываешь ролики. Да. Смотри как. Дамы и господа. Этот прекрасный, молодой и перспективный, буквально час-другой назад, подлетал к прохожим и говорил им. Слушай, у тебя есть немножко, это, лосося? Куплю за сотку. Лосося, за сотку. Одну лососину. Тёма, а сейчас ты этим занимаешься? Ребята, я вам поясню. Я у себя на Twitch-канале просто транслирую GTA 5 RP. И... Да, ой, блядь. Надо было сейчас меня отыграть, что, типа, это уже факт пошел, да, про какого-то футболиста. Ты же еще обычно, ты же обычно, знаешь, однажды этот парень... У тебя же, знаешь, такой прям, как будто ты аудиокнигу записываешь, а не угадая игрока по цене. Я хоть лосося не предлагаю у прохожих купить, знаешь, по первой встрече. Слушай, ну из-за не меня я готов заплатить за услуги. И мне не стыдно, и мне не стыдно. Ладно. Здравствуй, Артём. Да, кстати, привет, Артемий. Да, вот это вот верно подмечено. Это верно подмечено. Классическое. Слушай, я как молодой, суперперспективный, революционер, ренегат и просто лютый новатор оставил... Да, видимо, судя по тому, какие эпитеты ты используешь в описании своей деятельности, недолго тебе осталось на России 24 тусоваться. Это точно. Продолжай. Но мне кажется, эта рубрика «Угадай футболистам!» еще будет жить, потому что я решил ни хрена правила не менять. Вот все по классу. Ну а что менять-то? Отличные правила? Не только одно право на ошибку на эти три игрока, которые у нас и так всегда было, а еще одну спасательную соломинку в виде рейтинга. Такой подсказки не было. Вот точная цифра рейтинга. Рейтинг, говоришь. Ну, я не знаю. А давай попробуем по хардкору поиграть? Или ты думаешь, что... Ну хотя, с другой стороны. Ладно, давай спасительную соломинку. Хотя я сомневаюсь, что мы, типа, имея одно право на ошибку, я сомневаюсь, что кто-то кого-то не отгадает. Я загадал, типа, интересных челиксов. Может, даже местами нестандартных. У меня есть один сложный. Вот. Ну, сложный у меня... Не, ну, у меня реально все, я думаю, скорее простые. Хотя ладно, вот один, типа, просто из-за того, что факт короткий. Давай начну. Так, давай, ну, хорошо. А мне когда вообще было... Итак, твой первый футболист стоит FIFA 21 17 тысяч монет. Ну, так. А в реальной жизни 40 миллионов евро. Ну, факт, я понимаю. Ну, смотри, я, ну, думаю, да, это же максимальная его карточка, правильно, за 17 тысяч монет? Так точно, сэр. Так точно, да. Ну, это похоже... Это похоже на какого-то абсолютно уебищного информа. Давай факт. Неплохо. В детстве он был болбоем на домашнем стадионе Атлец, кто бишь Висент Кальдероне. И был фанатом этой команды, хотя, что ни тогда, и не в юношестве он за матрасников не играл, и в Академии их тоже не участвовал. А еще он очень любит маленькие круассаны. В 2017-м журналисты во время одного из матчей сосредоточили внимание, что он стоял возле бровки и беседовал с Диего Симеоне. Все думали, что игрок и тренер обсуждают грядущий трансфер в Атлетико, а сам игрок заявил, не, коуч лишь интересовался, где купить мои любимые круассанчики. Охуеть. Блядь. Ладно, ну, блин, даже не хочу, на самом деле, если он болел за Атлетико, то есть, ну, это либо Данте, нахуй, из Маккала, либо... либо испанец какой-то. Ну, это я так буду думать. Давайте, человек, значит, информов из Испании. Ну, это вот первое, что мне приходит в голову. Ну, вот смотри, ну, вот, например, никого, блядь, не знаю. А вот маленькие круассанчики, это вот, типа, ты намекаешь на то, что он, типа, лягушатник, что ли ты, блин, а? А вот, ты знаешь, я тебе не буду вот говорить, вот, вот, например, вот, вот. Ладно, давай его... Ага, ну да, давай его националь. Массиональ. Массиональ у него, думаешь, францей? Нет, он испаньол. Ну, да, 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 справедливо. Чтобы француз Атлетико Мадрид болел. Блин, конечно, по испанцам... Ну, кое-какие, кое-какие подсказки тебе, конечно же, помогут. Ну, очевидно, что, типа, мой круг поисков сильно может сузить позиция такая-то. Ты знаешь, не, вот я единственное, что набрал, он вот буквально в самом-самом-самом, ты, кажется, это хотел проверить, в самом-самом-самом старте карьеры он все же числился, знаешь, вот, футбол-бейс Атлетико Де Мадрид. Но он тогда вообще был совсем маленьким, и в итоге, короче, всю молодежку он вообще в другом клубе прошел, по большому счету. С Атлетико, да, его пути пересеклись в итоге. Ладно, давай позицию, давай позицию. ФРВ. Блин, я не хотел, чтобы ты называл, конечно, ФРВ. Я говорю, есть одна подсказка, которая сразу просто тебя потолкнет на правильный ответ, буквально вот такая. Ну, Лига, наверное. Я думаю, что Лига. Вероятно. У нас есть право на ошибку, да? Одно на все. Одно на все три, да. Слушай, ладно, давай я попробую и скажу, что это Марата. А с чего ты сделал такой? Так, погоди, а еще раз, ты сказал, погоди, с Атлетико... Повтори еще раз про Атлетико. Ну, ты имеешь в виду, что с Атлетико Мадрид... Да-да, что не тогда, типа, что не потом, типа, его не пересекался. Ну, когда он стал уже прям футболистом, в юношеских командах Атлетико он никогда не играл. Он там вообще в другом клубе, считай, был. Но, типа, всегда, типа, болбоем был у них на домашней арене и болел за матрасников. Бля, ну мне реально хочется ответить, что это Марата, если честно. Ну, ладно, блядь, давай, давай Лигу, окей. Давай Лигу, но я думаю, что это Марата, я просто, типа, сейчас балл один просрул. Да? Это кальчо. А. Ну, ладно, Тём. Это Марата. Да, я более не буду издеваться. Три балла твоих. Да, надо было рисковать. Ну, хотя, не знаю, что ты там дальше можешь подготовить. А что у тебя осталось? У тебя остался тип карточки, да? А была Лига, позиция, нация. И факт. И факт. Ну, это, понятно, факт сразу считается. Так что, мне кажется, что... Два очка, да. Два очка. Два, не три. Два, не три. Ну, слушай, это был, да, это был, конечно, мой каверзан этот. Надо было сразу принять и не быть говнюком. Давай я тебе сейчас просто, ну, самый конченый вообще из своих загадаю. А, ну, ладно, нет, давай я начну не с суебанского, я начну с интересного, на мой взгляд. Камон. А, значит, стоимость данного игрока в FIFA максимальная 305 тысяч монет. Норм. И РЛ 45 миллионов. Норм. Ну, а ты как думаешь? Ну, молодой перспективный, походу. Или средних лет, но перспективный. Ну, давай, да, факт, конечно же. Интересно, что на разных этапах карьеры и сын, и отец получали прозвище Салат. Загаданного игрока так прозвал Ибай Гомес. Они вместе играли за Алавес и позже открыли два ресторана правильного питания. Основа философии игрока, которого я загадал, палеодиета, которая базируется на принципе употреблении в пищу того, что ели наши далекие предки. Господи, он там что, кору жрит? Или червяков из-под ногтей. Неплохо. Блин, интересно. Но смотри, Гомес, Ибай, не побоюсь этого слова, он таки испанец. Вот. И наверняка... Хотя, ну, в Депортио все же были легионеры. Это не атлетик Бильбао, в конце концов. Сложно, сложно. И отец еще, говоришь, и отец. То есть это еще вполне возможно... Ле футбольная семья, так сказать. Да, ле футбольная семья. Ну, давай прям, как Форзер учил, нацин. Спросим сначала. Нацию? Да. Испания? Испания? Я прямо иду по твоему пути. Охренительно супер. Да, давай, ладно, я спрошу у тебя еще его, как учил Форзер, позицию. ЦМ. Ну, да, 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 это Маркс Леоренд. Это ваш окончательный ответ? Ну, я просто пытаюсь... Да, ну, я просто пытаюсь, знаешь, типа, еще хотя бы одного испанца на ЦП вспомнить. Такого, чтобы прямо был играбельный, и, к сожалению... Да прости от меня, да. Не вспомню ни одного играбельного испанца на этой позиции. Акрамя? Акрамя, да, Леоренд. Угу. Принимай давай. Принимаю ваш ответ, и вы чертовски правы. Конечно. Это действительно Маркс Леоренд. Охренеть, вы загадали по матраснику в самом начале. Ты испанца. А, блин. Близк. Хорош. Слушай, ну... Три балла получается. Три балла, да, один я тоже, видишь. А, нет, стоп, нет, четыре, ты лигу не спросил. Нет, как, смотри, я лигу не спросил, тип карточки не спросил. И тип карточки. Ну. А вот, остались две. Значит, три балла. Я тебе говорю. А почему мне тогда две? Я ж тип карточки у тебя не спрашивал. Да, но ты лигу спрашивал. Это правда. Во. Это чистейшая правда. Во, поэтому. Все хорошо. Да, да. Мало, конечно. Мало. У нас с тобой баллов. Да, да, да. Ну, давай следующего. Здесь, я думаю, у тебя с баллами должно быть чутка проще, потому что, ну, факт, он попроще, чем Курасаны, я думаю. Ну, давай, давай. Итак, твой второй игрок. Ну-ка. Стоит FIFA 220 тысяч монет. А в ИРЛ, ну, все те же, 40 миллионов евро. Закрыл. Это уже классика будет, я чувствую, нашего сегодняшнего выпуска. 40 миллионов. Диапазон цены. Ну, да, давай, факт, конечно. Ну, конечно. Итак, в одном из интервью этот игрок назвал Поля Пакба одним из своих кумиров. Он сказал, что ему очень приятно, когда его игру сравнивают с Полем или Патриком Вьера. Лоттер Маттео в свое время также отмечал этого парня. Правда, ему его стиль больше напоминал молодого Тони Кросса. А как тут это? 220 тысяч монет, да? Как тут это? Хитро. А давай, ладно, я нестандартно пойду. Тип карточки. А, неплохо. UCL. UCL Live. Динамическая. Апгрейдящаяся. Карточка Лиги Чемпионов, то есть. Блядь. Хорош, подсказку взял. Бля, это проблема, я вообще их не помню. Ай, ладно, да. Центральные полузащитники. Это, видишь ли, это 220 тысяч монет, то есть это вот одна из прям, ну, играбельных. Потому что там много довольно мусора. Да, вот это она, ну, блин, карточка огонь. Есть еще пару подсказок, которые тебе... Ну, мне точно нужно будет, типа, спрашивать про нацию, но, блин, ну что за тип, или говорить, что у него кумир Поль Пагба, это ты чё? Я сам охренел. Я прикалываю всё нахрен. Я причем, знаешь, вот, судя по возрасту, довольно странное заявление. Не то, чтобы он был там, типа, старше. Ну, давай его нацию, ладно, окейушки. Швейцария. Блядь, ну это пиздец. Закария. Да. Охренеть. Хорош, ну ему 24 года, Пагба был там старше на год, на два? Да, ну всего действительно, это факт. Да, я тоже, я говорю, когда ты факт читал, думаю, what the fuck? What the fuck? Ну, у тебя... Но четыре, да, сколько? Так, ты спросил. Ты не спросил. Лигу. Позицию и лигу. На три. Три. Закрепленный комментарий, мой промокод, твой бонус. Просто уебанский абсолютно лот, так сказать. А мне радоваться или там это? Ну, не, факт просто мега конченый. Ну, окей. Цена этого игрока в FIFA максимальная 255 тысяч монет. Норм. А ИРЛ 35 миллионов. Не норм, не 40. Ну, факт, конечно. Угу. Любимыми футболистами этого игрока являются Майкл Исьен и Яя Туре. Угу. Все. Вот такой уебанский факт. Это ебаный тебе какой-то. Да, ну ладно, давай так. Я не буду пульской. Я сохраню интригу и я для начала спрошу чемпионат. Серия А. А, о, а? Есть такой чемпионат. О, а, а. Вах, 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 вах. Лайва. Ты, 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 ты чё это? Сложного загадал. А, а вот, а вот. Можешь спросить тип карточки, если ты не Пуси. Но я думаю, что ты Пуси. Ты плохой. Ну, позицию спрашивать не хочу. Она довольно очевидна. А, да кто же из африканского континента в опорке там? А, господин Кесси. Ха-ха. Кесси это. Кесси из Милана. Давай. Баллы мои. Баллы, баллы. Держи, блин. Баллы свои, блин. Брязный, блин, игру. Блин, да? Да, это Кисье действительно. Высрал. Клод Дивуар. И правда. Клод Дивуар. Дед может ещё. Ах, дед хороший. Ну, давай ты не будешь уже, конечно, вот так вот, ну, закручивать. Ну. Ну, да. Дед-то да, но может. Неужели всё? Ха, 4 балла. А, да чё там, блядь, русско-нормально. Вау. Блин, и мне перед тобой ещё будет стыдно. У меня последний-то такой. Угу. Артемий. Ну. Дорогой ты мой лососевый барыга. Вот он, вот он. Твой последний игрок стоит FIFA 31 тысячу монет. Угу. Так. В реальной жизни 14 миллионов евро. Ммм, похоже на уже такого сравнительно возрастного мистера Твистера. Ммм, ну давай факт, естественно. Хорошо. Этот игрок попал в систему Реал Мадрида в 14 лет, в 2006 году. Но за 9 лет нахождения там лишь дважды выходил на поле, да и то в проходных кубковых матчах. Но стоило ему только сменить клуб. И он мало того, что стал железобетонным игроком основы, так ещё и в первом же сезоне. Спустя 10 лет конкретно помог вывести свою команду в высший дивизион чемпионата, где она находится вот с тех пор. А он нет. Слушай, его там гоняли по их там местной серии C, ну то есть по третьей лиге. Где-то он пару раз во второй лиге вышел там за... там только стиле, как называется, я не знаю. Вот. А вот прям в первой команде, вот прям в Реал Мадриде, он за все эти годы вышел, блин, реально два раза на поле. В статистиках два операнса всего. А типа он смелый клуб и сразу стал игроком основы, и вытащил свою команду из второй лиги испанской в Ла Лигу. Позиция. Какой умненький и сообразительный мальчик. Вратарь. Нет, это, опять, не очень мне понравилось. Ну это сужает, братан, потому что вратарей из Ла Лиги с таким ценником, ну совсем раз-два обчался. Из Ла Лиги, я помню, там Вацлыка, я помню, просто вообще... По чеку, но я не помню, 86 рейтинг, вот. Ну давай, это последняя же, да, правильно? Да. И у меня есть право на ошибку. Да. Ну давай отвечу по чеку, или как-то так. Есть? Гениальный, гениальный, просто гений. Информ 86? Просто гений. Да, вообще, здесь просто, я уже на камеру тут, а я что-то респектули сижу. Е-бой! Бля, я даже не знал, что типа у него хотя бы какие-то апперансы есть. Ты хорошо, жирно кончил. Это, это что ты сказал. Молодой, перспективный, я же говорю. Это 4 балла. А, вы не завидуете. Так, давай, хорошо, хорошо. Ластецкую давай, катышку. Стоимость этого игрока в FIFA 192 тысячи монет. Норм. И ИРЛ никогда не догадаешься 45 миллионов евро. Хм, не 40. Ну, факт, конечно, тут тяжело. Во время чемпионата мира мой игрок сблизился с Робином Ван Перси, как ни странно. И регулярно говорил об их дружбе в прессе. Больше всего он благодарен нападающему за поддержку, которую Ван Перси оказал ему в Бразилии. У него не было такой же... Это цитата, если что. У него не было такой же помощи, когда он был молод. Мне очень повезло учиться у Робина. Я очень ценю этого человека. У-у-у, сложно. Ну, давай так. Робин Ван Перси – это либо Арсенал, либо Манчестер Юнайт. Загаданный игрок – бразилец, который выступал, а, либо в Манчестере, либо в Арсенале. В те времена, когда, видимо, он был совсем молодой, а Перси уже там феерил. Вот, а тут 192 тысячи монет. Это значит, действительно, годный игрок. Ну, давай так. Этому бразильцу лет уже, так, с 27. То есть, по факту, ровестик, считай, Неймара какого-нибудь. А тогда был молодым и перспективным. 35 мультов. Если там сейчас посмотреть на линию обороны бразильскую. Ну, не маркинишь. Понимаешь, в чем дело? Ну, это же не может быть, чертов маркинишь. Я вот как-то вот это не верю. А вот это может быть, но я не верю. Ну, хорошо. Придется подсказку еще одну взять. Одной мало. Давай. Я у тебя возьму его позицион. Страйкер. ФТ. То есть, получается, он не бразилист, да? Ты достал. Какая, к черту, лига 1 французская? И вообще страйкеры. Ну, кроме Бапе нет страйкеров. Это все чушь. И кроме Неймара нет лпы. А, так в Бразилии. Это в Бразилии, может, там Робин Ван Персет приехал не в качестве футболиста, а просто на чемпионат мира футбола в Бразилии приехал. Ну, это похоже на Мемфиса Кремпая. Единственное, там у Мемфиса Кремпая вроде бы ЦФ карта верхняя. Недавно выкатили его СБЧ. И там наверняка он тоже ЦФ, а не СТ. Блин, братан, я хз. Ну, ладно, все, последнюю подсказку беру. Больше тут, честно, не буду. Последние 50 грамм. Нация. Нидерланды. Ну, конечно, Кремпай. Блин, какой я лошара. Бля, лошара я, потому что реально, типа, я открыл, мне показалось, что увидел что-то именно на СБЧ как раз СТ. И я сказал, типа, СТ, а он ЦФ, да. Ну, да, ну, ладно. Засчитал, и на того спасибо. Ну, 3 балла, я так на тоненького. Блин, на самом деле, я был уверен, что ты, ну, прям с первого раза отгадаешь, а ты просто вообще не туда сам себя повел. Из-за СТ, да. Ты, не, не, типа, ты начал говорить про то, что, типа, ага, это бразилец, типа, хотя, то есть, ну, как бы, я не говорил о том, что он бразилец, типа, то, что вот в Бразилии ему об этом. Почему? Ты же спросил у меня лигу, позицию, нацию, у тебя остался только тип карточки. А, ничья, что ли? Да. Ну и хорошо, ну и победила группа. Получается, ты математик, выходит, так? Да, я, да, журфак МГУ, заметно, да. А Тёма ещё? Это прямо, это прямо отлично. Причём на обоих можете подписаться, Тёма. Ну, как бы, да, там один Артемий, другой Артём. Неважно, на обоих подпишитесь. И ответка, разумеется, где в этой же рубрике, я хотел сказать, реванш, ну, когда ничья, не может быть реванша. Где, вполне вероятно, мы всё же выявили сильнейшего, да? Да, и помню, да, и помню. Присутствует. Да. Поэтому тебе, брат, спасибо за игру, вам спасибо за просмотр. Тебе спасибо, брат, что залетел. Помните. Пять тысяч лукасов, новый выпуск рубрики, вот так вот, всё просто. Всего лишь пять. Да мы когда столько не собирали. Изи. Пятёр. Всё, спасибо, бегом на канал, Тёмыч. Да, да. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...